В центре внимания президента сегодня была еще одна тема развития важных для Приморья направлений. Об этом Владимир Путин говорил на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора региона Андреем Тарасенко. Олег Шишкин с подробностями. Временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко стал в октябре прошлого года. Этого времени хватило, чтобы вникнуть в проблемы региона и разработать пути их решения. Помогло и то, что в крае Тарасенко не чужой. Родился во Владивостоке, а на пост главы региона ушел с должности гендиректора Росморпорта. А порты Приморья играют важнейшую роль не только в экономике края, но и всей страны. Комплексная оценка социально-экономического развития Приморского края в целом надержится на удовлетворительной планке. Там было небольшое падение где-то в 2013 году. Потом наблюдается в целом постоянный рост. Давайте в целом об этом поговорим, о том, какие проблемы Вы считаете первоочередными отдельной отрасли для Вас ключевые, причем для края не чужими. Да, Приморский край хорошо разбирается. Самое главное, конечно, у нас это надо поднять платежеспособность населения, как Вы и говорили, чем мы и занимаемся. Потому что сегодня у меня задача поднять то производство, которое было потеряно и утеряно. И не потерять даже то, что уже сегодня есть. Поэтому самое главное, что это портовое хозяйство, которое мы его обновляем, делаем и развиваем. И двигаемся вперед. Через порт Владивостока идет поток грузов из стран Юго-Восточной Азии. Товароборот растет, и одна из главных задач – улучшение логистики и модернизация инфраструктуры. В Рио главы региона поставил перед своей управленческой командой и амбициозную задачу – укрепиться на рынке сельхозпродукции в странах Техоокеанского региона. Можно, конечно, договориться по реализации мяса, растеневоза, который может в Китае идти, в Южную Корею тогда. Потому что условия очень хорошие, оригинальные. У меня рис в самом лучшем мире на выставке победит, потому что получается 63% протеина в нем. Такого в мире нету нигде риса, как у нас врачи. Такие условия хорошие. Тропы вполне дают вот такую вот интересную и красивую вещь. По словам Тарасенко, в крае острая нехватка педагогических и медицинских кадров, особенно в сельской местности. Он попросил президента поддержки для решения этой проблемы. У меня не хватает 50% врачей, 50% преподавателей. А если я буду врачей своих всех, я и так уже сделал такой рынок хороший, что они идут все на работу, возвращаются в Приморский край, не уезжают. Но у меня не хватит. 75 человек выпускается каждый месяц, а 1500 не хватает. Поэтому я разговариваю сейчас и с правительством всем, чтобы мне бы хотя бы во всех университетах, институтах, которые давали квоту для Приморского края в бюджете, чтобы приезжали и учились. Еще одна проблема связана с развитием рыбной отрасли. По словам Тарасенко, у местных рыболовецких артелей не хватает средств, чтобы конкурировать с крупными компаниями на аукционах по распределению квот на вылов рыбы. А между тем, рыболовецкий промысел является основным для многих приморских поселков. Олег Шишкин, Анна Заякина, Дмитрий Климов, Первый канал.